Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались с парнем около двух лет, из них два месяца жили. Нам по 27, до этого были счастливые ночёвки и периодическое путешествие с совместным проживанием в гостиницах. Ну что же, нам по 27 выжили, встречались два года, а до этого были частые ночёвки и периодические путешествия. Получается, что встречались вы не два года, а больше времени встречались вы. Вам по 27, а что соответственно между вами общего, что вас объединяет? На чём зиждется, скажем так, фундамент ваших отношений? Присутствовали различного рода ласки, объятия и поцелуи, однако секция так и не случилась. Он не настаивал совсем, хотя я была готова, делал много попыток соблазнить. Ну вот, я бы не сказал, что это прям такой уж всегда корректная и конструктивная модель поведения насчёт соблазнения. Потому что, да, некоторые мужчины любят когда их соблазнять и само собой. Но здесь, вероятно, вы лишь только таким образом могли демонстрировать свою доступность мужчине и снова и снова показывать ему свою заинтересованность в нём. При том, что образ молодого человека, который вы описали, несколько так вырисовывается, ну скажем, довольно однозначно, я не скажу специфично, я скажу однозначно. Значит, вот вы пишете, что он не настаивал совсем. Подразумевается, что? Что вы ожидали, что вы ожидали, что он будет настаиваться или как. Вот. Вы делали много попыток соблазнить, но у вас не получилось, да? Обсуждали ли вы этот момент с ним. Теоретически МЧС спрашивал, где можно сдать анализ, чтобы узнать, может ли он сдать отсыл. Ну, это несколько специфичный вопрос, потому что, по моим ощущениям, он больше направлен в сторону вас, а не в сторону реального желания сдать анализ. Высказываю предположение, что у него маленький размер его мужского достоинства, хотя окончал при удовлетворении. Здесь странно. Ну, во-первых, связи между размером и собственным удовлетворением никакой нет. Это первое. Разве что только комплекс. Второе. Получается, что все-таки у вас был, скажем так, секс, только не классический. Классического не было. Признался мне, что я первая девушка, с которой у него начались отношения. Сексом ни с кем-то у меня не было, только с удовлетворением дамы, которых он встречал ранее, рассматривали его в качестве друга и пользовались его помощью. Вот мне здесь интересно, вот он нам признался, да? Зачем? Чтобы что? Чего я хотел? Одна из них, со слов моего парня, после его предложения с ним встреча, сказала, что не хочет отношения, уехала в другой город, где скоро вышла замуж. Но, опять же, не знаю, как у вас, у меня есть ощущение, что мужчина коллекционирует этих самых женщин. По-прежнему не очень понимаю, зачем вы это пишите. Со мной планировал семью, даже познакомив с родителями, как я его в планах МЧЭ был навестить еще и других. Станов семью в лице брата и сестер. Говорил, что я его первая любовь, он со мной хорошо видит с твоей женой, хочет детей от меня. Однако в ноябре этого года все пошло не так. А вот то, что вы говорите, вот все, что вы говорите, все, что вы пишите, это как-то очень сильно про него и про то, что, не знаю, вы хотели быть. Вот. В итоге захотел завершить отношения месяц назад, то есть в начале ноября этого года, сказав, что последние полгода играл со мной уже месяц. Я хотел расстаться, якобы я заказываю дорогой кофе, а у него, как бы, между прочим, ипотека. Не мог мне доверять. Ну, насколько это правда. Ну, то есть, насколько это соответствует действительность. Так что это может быть причиной расставания с семенером. Что для него я энергичный, я только привыкла гадаться на машинах, а общественный транспорт не воспринимаю. Ну, опять же, это правда или нет? То есть, вы как-то, вот, ну, с фотками, с фотками, с комментарии добавили бы по поводу того, верно это или нет. Не общались все это время, а пока позавчера не придал вещи с курьером, не удалил чуть позже из друзей, не оставил даже подписчиков. Ну, опять же, это его право. Я спросила, почему у нас за весь период не было секции, почему мы не можем решить проблему в наших отношениях, как прошлые люди без обвинений и упроков, что люблю его и относилась все это время искренне. Ну, не все отношения можно выстроить только на любви. Вы, может быть, его и любите, но если вы не устраиваете мужчину, вот по ряду параметров, то хоть любите вы его, хоть не любите, а, как бы, что от этого изменит? По поводу взрослых людей, опять же, без обвинений и упреков, ну, вы, на мой взгляд, сами в своем вопросе как раз-таки обвиняете и упрекаете. Вот. А Толь ответил, что для него интимность, это не главное, если хочу быть с ним, то должна идти на его услуги в виде проявления инициативы первой, но не факт, что смогу его зажечь до Нового года. Ну, вот, когда я вижу такого рода проявления, скажем так, человеческой модели поведения, я всегда всталкиваюсь с ощущением, что вот другой человек, то есть, ну, вот, в данном случае, вы, на мой взгляд, очень сильно, как мне кажется, себя обеспечивает, то есть то, что мужчина может, ладно, сказать такие вещи, говорят о том, что вы себя очень сильно обесценили. Вот. И вот это, пожалуй, является здесь самым таким, ну, неприятным. Понимаете? Вот. То, что вы себя обесценили и обесценили себя, ну, довольно сильно. Вам нужно постараться увидеть, как именно вы это сделали, как именно вы себя обесценили. Потому что, если вы этого не сделаете, то, во-первых, эти отношения конкретно никак не изменятся, а во-вторых, следующее отношение, которые вы, ну, будете выстраивать, будут развиваться также, вот, к сожалению. Поэтому это нужно учитывать. Ну, во-первых, это нужно учитывать, во-вторых, во-вторых, это нужно обязательно корректировать, на мой взгляд. Вот. А в противном случае, я повторюсь, ну, как бы для вас, но, к сожалению, ничего хорошего ждать тут не приходится. Дальше. Отметил, что вовсе не любил меня и не любит. Дело ли в нем? Ну, возможно, возможно, только что вы имеете в виду под в нем. Или вина моя? Вины нет. Если вы ищете виноватых, то этого немножко не свыряют. Виноват ни вы, ни он не виноват. Просто вы сталкиваетесь с реальными отношениями. Может напомнить о себе через какое-то время? Ну, может, а может и нет. Вам погадать? Или как? Такой человек сможет быстро найти замену мне? Может быть, да, может быть, нет. А вот, к чему эти вопросы. То есть, вы как бы ищете виноватых, хотите определить, кто виноват. То есть, играете в саджио, и вы хотите погадать. Это все, что вас волнует? У меня по ощущениям, мне откладывается такое впечатление, что вы взяли на себя роль ведущий в отношениях. И тем самым продемонстрировали мужчине свою готовность постоянно что-либо делать. Вот. Чем более активны вы, тем менее активны мужчины. И вот все. В итоге. Его поведение в интимном плане, ну, тоже вызывает вопрос, и вам бы себя спросить, устраивает ли вас такая история, что вот за два года отношений вас спросить не было секса, как вы говорите. Вот. И это, ну, вы тоже вопрос того, вы готовы ли вы как-то с этим мириться. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.